Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено обзору продукта косметической компании Питерской Савандри. Вот в таком это уже, конечно, не сам продукт, а его упаковка. Сам продукт я показывала в обзоре по ссылке от Савандри. Если вам интересно, то можете посмотреть. Ну и ссылку на это видео я оставлю в конце самого видео. Так вот, кружочек подпишись на Лёлю с нарисованным мной глазом. И видос как раз этот. В общем, этот у нас сухая была пена для ванн. Савандри вот такая вот упаковочка. Небольшой такой вот кусочек. Стоила она 110 рублей. Граммы я не взвешивала, к сожалению, уже мы не узнаем. Это кубничный мусс. В общем, это была такая бело-розовая пенка. Бело-розовая такая вот пенка, на самом деле, была белая. Кривнюшка и, в общем, ссылка на магазин Савандри будет и под видео в инфобоксе. И ссылка на вот этот вот товар. И если он вам понравится после моего обзора или просто интересно будет, можете пройти по ссылке. И там же, в принципе, по идее заказать и купить себе. В общем, состав у нас тут был, вообще, конечно, очень мелко написано, но состав очень хороший. На самом сайте, в принципе, можете посмотреть. Там клубника у нас, что-то еще такое. Сейчас постараюсь осмотреть. Ну, соответственно, морская соль, что-то дающее пену. Сода пищевая, лимонная кислота, козье молоко. Как раз вот экстракт клубники, хоть он зайдет в самом конце, но тут, в принципе, и какао, и вообще много всего такого. И я даже засняла для вас слегка, вот как я это делала, эту пену себе. В общем, ну, забирайте в ванну, кидайте эту маленькую такую штучку. Она вообще, на самом деле, похожа на шипучую соль для ванн. Вот эти вот такие шарики, шипучки, да. И просто от шарика шипучка... Нет, просто идут пузырьки, нет пены. А тут идет очень классная такая большая пена. Во-первых, пена плотная. Легкая, с другой стороны. И плотная, и легкая одновременно. И ощущение, вот у меня чисто было ощущение, будто я во взбитых сливках плаваю. И воду она слегка чуть-чуть окрашивает в розовый цвет, но практически незаметно. Он такой мутновато-розовый, кажется, вот после этой пены. Но я лежала где-то более 15 минут, и вот эта пена еще оставалась. Она, ну, может, вот такая была. Хотя вот на видео там видно, вот она нежная, классная такая. Извиняюсь, пена для ванн. И, в принципе, вот этот, мало того, что состав такой очень хороший. Второе, вот то, что она сухая, пена для ванн. Я вот первый раз с таким столкнулась. Ну и, допустим, там можно иногда себя так побаловать. Да, в 110 рублей, мне кажется, это нормальная цена для такой штучки. Может, это вроде и соль тут, и пена, и не знаю, что у нас тут. Ну да, тут морская соль. И морская соль, и чуть не сказала морская пена, и пена. И потом кожа после нее, вот после принятия этой ванны, очень такая классная, мягкая. Не хочется ничего наносить, никаких лосьонов, там, увлажняющих средств или еще что-то такого. Ну и, в общем, блаженство за кожу, блаженство за тело. И вы ходите, отдохнувшим совершенно, ну, я после этого захотела там чем-то таким позаниматься даже. Как-то я тогда в клин опять ушла, в сузыне. Ну, в общем, сауни, все хаппи на для ванн. Сто процентов органик. Вот это наша пенка. И тут она слегка с краю присоседилась. Ну, по-моему, больше похоже на влубитые сливки. На клубнику в влубитых сливках. Я очень рада, что я именно такую попробовала. И с удовольствием, при возможности, приобрету себе вот чисто так 1-2 или несколько даже таких вот шариков. Другие варианты попробую. Ну и, соответственно, советую вам. Вообще советую тем, кто любит пену для ванны. Вообще, лежать в ванной, как пенка. Просто чисто для расслабления. Ну, если вы любите там самих себя, до пределов нормы, да, и хотите просто вот так. Пришли, даже чисто с работы пришел, уставший такой, пену себе сделал, полежал. Ну и она, вот я не знаю, у меня некоторые пены для ванны, просто не помню каких вот именно фирм, но иногда бывает так, что выходишь в ванну, потом вот окачиваешь, жидаю ее, и вот она просто тупо какие-то разводает, что-то остывает. А здесь вот нормально так полежал, вода ушла, потом окатил в ванну, никаких проблем вот чисто так не остается, что там мыльное, какой-то мыльный осадок непонятный. Ну и действительно, вот именно тот суп, ощущение в таких сливках. Вообще, я как-то не очень люблю клубнику с разбитыми сливками есть, сливки отдельно, клубнику отдельно, или вообще без сливок, чисто клубнику. Но вот именно вот такое ощущение, вот будто вы в сливках плаваете. Плюс еще такой нежный ароматик, не какой-то там вот супер химии, да, там что-то вот пьется и понимаешь, что-то вот что-то неестественное, а именно вот такой этой клубникой. В общем, очень классная вещь, и спасибо Савандри за возможность затестировать, и я вам очень советую такой продукт. И у меня следующее видео тоже будет, ну, несколько таких видео, посвященным продуктам Савандри. В общем, если вам это понравилось, вы захотелись ее купить, между делом увидели это шумящую воду, осилили эту шумящую воду, и как вот она, эта пена набирается, за саму эту пену. Если вы вдохновились, то прошу последовать по ссылке под видео, и если вам понравилось видео, то поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Мне будет приятно, думаю, продуктам Савандри и самой этой фирме тоже будет приятно. И всем спасибо за просмотр, и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok